Всем добрый день! Давайте проверим нашу связь, как меня видно и слышно. Напишите, пожалуйста, в чате, что вы меня хорошо видите и слышите. Все у нас отлично работает. Давайте знакомиться. Я Наталья Михайлова, руководитель направления мероприятий компании JustEye. Я сегодня модерирую этот митап и помогаю нашим ведущим и спикерам. Давайте тогда начинать уже. И, собственно, начнем с того, почему мы решили провести этот митап. На самом деле, по нашим проектам, которые мы ведем, и по тем мероприятиям, на которые мы ездим, нас приглашают выступить с экспертными докладами, мы видим большой интерес к нашим технологиям. Мы видим, что компании ищут сейчас новые возможности для своего бизнеса, ищут возможности, как снизить издержки, снизить нагрузку на сотрудников, найти новые сферы применения своим продуктам, также ищут возможность компенсировать просевший рекламный трафик. И мы решили с партнерами из компании Яндекс.Клауд провести митап в форме вебинара и рассказать, как голосовые проекты могут компаниям помочь в этой ситуации и в этих задачах. И поэтому об этом мы сегодня и поговорим. Небольшое уточнение, что такое голосовые проекты, чтобы мы точно понимали, о чем пойдет речь. Голосовые проекты – это проекты по внедрению голосовых роботов на разных этапах коммуникации с вашими клиентами или другими важными для вас аудиториями. Это умные VR на входящих, это умные или интеллектуальные звонки на исходящих. И бывают еще другие варианты, об этом расскажут мои коллеги. Ну, примерно вот так, чтобы мы понимали, о чем пойдет речь. Так, давайте я расскажу быстро, что нас сегодня ожидает на нашем митапе. Мы разделили его на две условные части. Первая часть называется «Бизнес». В ней мы расскажем о том, какие задачи решаются с помощью голосовых проектов, какие возможности они открывают, какой вау-эффект от технологий Яндекс можно сейчас ожидать. И моими спикерами, коллегами по эфиру будут Ксения Перова, менеджер по работе с ключевыми партнерами компании JustEye, и Анатолий Симаков, руководитель направления по развитию ключевых партнеров ML и AI компании Яндекс.Клаб. После этого, после бизнес-части, когда вы уже погрузитесь в технологии бизнес-задачи, мы перейдем к практике. В практике мы представим новый кейс от цифровой лаборатории Хрусталева. Евгений Хрусталев, руководитель проекта, расскажет, как и что он сделал. И в заключительной части снова вернется Ксения в эфир и расскажет уже практические шаги, что нужно для того, чтобы начать реализовывать голосовые проекты. Такова наша повестка дня на сегодня. А также с нами в эфире будет Светлана Захарова, руководитель, директор по развитию бизнеса компании JustEye. Она поможет отвечать моим коллегам на вопросы. Мы надеемся, что их будет много. Еще по регламенту. По времени мы ориентируемся примерно на час, плюс-минус в зависимости от того, сколько вопросов будет. Самый главный вопрос – будет ли запись? Она будет. Мы записываем наш митап, но мы ее отдадим вам не просто так. Кто уже был на наших вебинарах, знает, что мы обычно просим заполнить небольшую форму обратной связи. Это очень важно для нас, чтобы делать лучшие мероприятия и наиболее актуальные технологии для вас. Поэтому мы попросим вас заполнить форму. Сейчас я сделаю такой анонс этой формы. Я его включу в виде баннера. Вы увидите такую полосочку со ссылкой. И для удобства также эту форму я скопирую сейчас в чат. Чат, ссылочку вам направлю. Мы просим вас заполнить эту небольшую форму. Там, по-моему, 6 или 7 вопросов. И нам будет очень важно посмотреть, что вы нам напишете. Поехали дальше. Баннер я тогда сейчас восстановлю. И дальше. По вопросам. Вопросы пишите нам в общем чате, прямо в том, в котором мы болтали в начале вебинара и сейчас, который я вам кидаю. Нам будет удобно так обрабатывать. Мы по возможности будем отвечать по ходу. А самые интересные вопросы мы еще вынесем на устное обсуждение в заключительной части вебинара. Поэтому пишите. Мы на все постараемся ответить. И у нас подготовлено несколько подарков для участников нашего онлайн-метапа, которые мы раздадим здесь, в вебинарной комнате. Их не будет в фоллоапе, поэтому есть смысл остаться с нами до конца эфира и получить заслуженные призы. Так, похоже, что на этом все. Моя вступительная часть заканчивается. Я буду на связи в чате вебинара, поэтому если какие-то вопросы будут про звуку, видео, пишите. Буду вам помогать. Приглашаю в эфир Ксению. Ксения в нашей компании ведет непосредственно проект. У нее опыт, можно сказать, на кончиках пальцев. Ксюша, расскажи, пожалуйста, с чем сейчас к тебе приходят компании, что сейчас наиболее актуально. Даша, спасибо. Всем добрый день. Спасибо большое, что пришли. Скажите и напишите. Слышно меня хорошо, видно, все в порядке. Супер. Спасибо большое. Да, давайте я еще раз представлюсь. Меня зовут Ксюша. Я работаю с партнерами в компании JustEye. И в JustEye мы создаем платформы, с помощью которых можно создавать роботов, которые могут работать в текстовых и голосовых каналах связи. Этими роботами пользуются как крупно-серьезный бизнес, это различные телеком, операторы, банки, крупный ритейл, так и малый и средний бизнес. Основной нашей платформой является платформа JustEye Conversational Platform или, коротко, GCP, в которой устроены уже наши же разработки NLU-ядро Кайла, которые отвечают за распознавание смысла сказанного. То есть люди, которые общаются с ботами, разработанными в наших платформах, они могут с ними общаться на естественном языке. А естественный язык – это тот, на котором люди разговаривают между собой. Платформа у нас проинтегрирована с основными всеми мессенджерами, социальными сетями. Можно публиковать ботов в голосовые каналы. К голосовым каналам относятся не только телефонии, про которые мы сегодня подробнее поговорим, но и различного рода ассистенты, к которым в том числе и относятся и Яндекс.Алиса. То есть вы можете создать внутри нашей платформы навык, который будет доступен через Алису. Сегодня же мы поговорим с вами подробнее непосредственно про именно телефонные проекты, и давайте разберемся, в чем основной профит для бизнеса при внедрении именно голосовых проектов в телефонных каналах. В первую очередь, конечно, сокращение стоимости минуты разговора. Мы неоднократно при запуске проектов убеждались в том, что стоимость минуты робота кратно дешевле стоимости работы оператора в силу того, что проект легко масштабируется, и единственные, скажем так, капитальные расходы, которые компании несут, они встречаются только на первом этапе, когда происходит непосредственно разработка проекта. Второй момент – это то, что боты, они не болеют, у них нет отпусков, нет обеденных перерывов, и они в целом могут работать круглосуточно, поэтому если вы, например, компания, у которых в разных регионах России есть свои офисы, и вы хотели бы обслуживать клиентов 24 на 7, зависимо от региона, то бот – это ваш верный помощник. Так, естественно, роботы призваны также сокращать нагрузку на операторов в силу того, что они могут забирать на себя ряд каких-то рутинных вопросов. С точки зрения того, как вообще работают роботы, некоторые из вас могут подумать о том, что, ну, роботы вообще-то не так прекрасны голосовые, их сразу слышно, они вообще-то не очень приятны для разговоров, но могу вас заверить, что те боты, которые созданы внутри нашу платформу, вы иногда при разговоре с ними даже не понимаете, что разговариваете с роботом. И это происходит так, потому как на самом деле сейчас технологии шумнули сильно вперед, и очень человекоподобные роботы отлично звучат благодаря возможностям гибридного синтеза. Это то, что позволяет заготовить предзаписанные реплики диктора и использовать персональные данные, озвученные гибридным синтезом, который идентичен с голосом диктора, благодаря чему разговор получается персонализированный и красиво звучащий. Кроме того, сейчас роботов можно перебивать, раньше всем казалось, что как раз голосовых роботов можно сломать, если начать его что-то переспрашивать в середине фразы, так вот сейчас их можно перебить, и все будет в порядке. Ну и в целом, да, благодаря тому, что проектов уже запущено очень много, качество роботов в силу того, что уже опыт у компаний, которые разрабатывают их вырос, они с точки зрения создания сценариев намного-намного стали умнее и сильнее. Какие же бывают разговоры в телефонном канале? Здесь я вам Америку не открою, они бывают исходящие и входящие. Чаще всего бизнес запускает исходящие роботизированные звонки для каких-то сервисных, сервисные звонки, это как правило, это подтверждение записей на прием к врачу, записи к парикмахеру, стоматологу, подтверждение каких-либо заказов, это может быть уведомление о скидках акциях, это могут быть какие-то социальные опросы или просто опросы МПС коммерческие, можно даже продавать недорогие какие-то услуги, совершая холодные звонки, главное позаботиться о том, чтобы ваш сценарий был достаточно продуманным и бот звучал максимально красиво. Ботов для входящей линии внедряют для того, чтобы в первую очередь распределять звонки по запросам между операторами, группой операторов или некоторым специалистом, ну, скажем так, это некий робот-секретарь, что ли, да, который определяет тематику запроса и направляет ее в нужный отдел. Также робот может отвечать на популярные вопросы, которые есть в компании, таким образом он разгружает первую линию поддержки и, если с чем-то не справляется, то может перевести диалог на оператора. Также бот на первой линии может подтвердить какой-то заказ, не переводя на человека в компании звонок, чтобы успокоить клиента. И еще один из не самых, наверное, тривиальных способов использования бота на первой линии – это записывать обращения и передавать их в тексте нужным людям для того, чтобы они дальше с этим разбирались, например, по e-mail. У нас в компании и нами самостоятельно и нашими партнерами-разработчиками было разработано достаточно большое количество проектов и для исходящих звонков, и для отработки входящих звонков в самых разных компаниях. Это и боты, которые, например, бот-компании Мегафон, всем очень, наверное, уже известный, который по десяткам различным сценариям обзванивает тысячи абонентов единовременно и предлагает персональную акцию и скидки на определенные услуги телеком-оператора. Есть у нас также примеры с компаниями ЖКХ, которые сокращают и увеличивают эффективность своего контакт-центра в пять раз, при этом сокращают стоимость кратно. И сегодня мы как раз пригласили Евгения Хрустелева, который расскажет нам свой интересный кейс для HR-команды Dota Pizza. Ну, это будет чуть позже. Естественно, для того, чтобы внедрять голосовых роботов, нужна система, системы синтеза и распознавания речи. И у нас в платформе GCP есть интеграция с Яндекс.ПичКит, и о важности того, как правильно выбрать сервис ССР-ДТС, нам сейчас подробнее расскажет Анатолий, который уже вышел в эфир. Все супер. Спасибо. Всем привет. Да, Ксюша, спасибо большое. Ребят, поставьте там плюсик или что-нибудь, если меня видно, слышно и видно мою презентацию. Там должно быть написано «речевые технологии Яндекс» для вашего бизнеса. Все супер. Так, сейчас тогда начну, и в стиле влогера попрошу, если вам будет прям суперинтересно, ставьте реакции, огонечки, задавайте вопросы, буду рад на них ответить. Вот, и дальше еще там поделюсь своими контактами, чтобы можно было меня помучить, если что, уже в оффлайне. Окей, давайте я расскажу, кто я и почему вообще рассказываю чего-то здесь. Меня зовут Анатолий, я отвечаю за развитие ключевых партнеров Яндекс.Клауд именно в области машинного обучения и искусственного интеллекта. И сегодня я вам расскажу о технологии SpeechKit и про ее применение в бизнесе. Поехали дальше. Собственно, что это такое вообще SpeechKit? Я понимаю, что публика сегодня, скорее всего, собралась разная. Кто-то уже слышал, кто-то уже применял, кто-то еще, может быть, думает только об этом, поэтому давайте обо всем по порядку. Собственно, SpeechKit — это комплекс технологий, мы называем технологией с вау-эффектом, для создания различных сервисов, которые помогают автоматизировать процессы в вашей компании. Соответственно, под технологиями я имею в виду сервисы распознавания синтеза речи, и эти сервисы используются в разных сферах, я перечислю их на экране, продублирую голосом. Это интеллектуальные голосовые помощники, наверное, самый яркий пример — это Алиса. Телемаркетинг и кросс-продажи, озвучивание текстового контента очень сильно пересекается с созданием доступной среды для слабовидящих, потому что, если мы говорим про разные новостные сайты, есть такой тренд, когда ты заходишь на сайт, и ты можешь новость послушать в аудиозаписи, ну, если вдруг почему-то плохо виден, да. Дальше — это контроль качества клиентского сервиса, это могут быть как различные опросы NPS, CSI, так и дополнительно мы можем использовать технологии спичкита именно для речевой аналитики, в каких-то более кастомных кейсах. Поскольку мы делаем упор именно на развитие нашей технологии, в рынок наши сервисы поставляются в рамках конечных решений наших партнеров. Собственно, Just.ai — это наш замечательный партнер, который делает конечный продукт, и сейчас я расскажу, как это все происходит. Собственно, нет какого-то здесь супер-рокет-сайенса о том, как работает технология. Спичкит позволяет разговаривать клиенту с роботами на одном языке, и большинство роботов состоит из двух компонентов. Собственно, синтез речи нужен для того, чтобы сообщить какую-то информацию клиенту, либо задать вопрос. Соответственно, распознавание, чтобы получить ответ, и в зависимости от этого ответа вернуть адекватную обратную связь. важный упор именно на адекватную, потому что иногда бывает, раньше бывало, что ты что-то говоришь роботу, с которым общаешься, он тебе возвращает вообще что-то странное. Деквот технологии шагнули уже далеко вперед, и, собственно, правильность ответа, адекватность этого ответа достигается, собственно, за счет встраивания в платформу партнера, в данном случае это JCP от Just.ai, где, в первую очередь, прописывается логика обработки звонков, как должен строиться диалог с роботом, и второй момент, у коллег есть встроенный NOU-сервис, в котором работают, собственно, передовые алгоритмы обработки запросов на естественном языке. Я дальше, я вижу вопросы, которые задаете, я после того, как презентацию расскажу, уже по ним отвечу. Это как раз вот связано именно с NLU-сервисом наших коллег и в самом нормализаторе, который мы используем для распознавания речи. Собственно, сервисы наши находятся в постоянном процессе улучшения, а наши клиенты получают передовые технологии Яндекса и поддержку нашей команды. В первую очередь, мы говорим о том, что у нас огромный опыт взаимодействия с различными компаниями, что называется, в полях. Ну, просто для примера, в Яндекс.Облаке у нас более 15 тысяч платящих клиентов коммерческих, потребляющих разные сервисы, в том числе, да, сервисы спичкита. Это значит, что мы находимся в постоянном диалоге напрямую с нашими партнерами и клиентами и внимательно анализируем обратную связь. Это помогает нам активно развивать возможности и потенциал речевых технологий. Разумеется, это позволяет объективно оценить и подобрать оптимальный набор технологий под конкретную задачу именно для вашего бизнеса. При этом вот эта коллаборация Яндекс.Клауд плюс партнер плюс клиент, под партнерами я имею в виду коллег из GCA, позволяет решать все вопросы по проекту в трехстороннем порядке, формате, где мы готовим техническое задание, сопровождаем проект и, как следствие, достигаем всех поставленных целей. Безусловно, все вышесказанное влияет на бизнес, какой же эффект он все-таки дает, как спичкит влияет на бизнес. В первую очередь в текущей ситуации мы видим тренд на сокращение затрат в бизнесе. С учетом того, что стоимость работы робота ниже стоимости работы живого оператора в три, а то и более раз, то стоит задуматься о том, чтобы рутинные процессы мы могли деликатно переложить на робота, при этом не потеряв в качестве. Соответственно, освободившееся время живых операторов можно потратить на решение более сложных задач, потому что, ну, мы четко знаем, что там больше половины клиентов, которые звонят в компанию, ну, у них достаточно такие типовые запросы, которые можно аккуратно переложить на робота. Что-то более сложное, ну, уже можно разруливать силами живых людей, чтобы там клиент, особенно если он вдруг озлобленный, такое тоже бывает, не висел долго на линии, не мучился с тем, что там робот не может ему помочь, потому что запрос такой необычный, например. Вот это все, собственно, закрывается силами живых людей, мы ни в коем случае не отказываемся от живого общения, но мы говорим про оптимизацию. Также бывает, что у бизнеса есть ярко выраженная сезонность, как бы от этого тоже никуда не деться, и в моменты высокого сезона нагрузка на контакт-центры возрастает. Количество звонков увеличивается, соответственно, нужны люди, которые должны обработать такой поток. Но, опять же, на помощь может прийти и виртуальный помощник на входящей линии, я говорю про робота, опять же, и он возьмет на себя часть работы. Преимущество также в том, что робот может работать 24 на 7, без отпусков, дополнительных перерывов, не уйдет на боличный, ничего с ним не случится. Вот здесь я полностью согласен с тезисом от Ксюши, она его тоже проговаривала в первой части выступления, тут прям 100% правда. Также, если ваш бизнес направлен, например, на то, чтобы эффективно осуществлять исходящие коммуникации, там, сотни, тысячи звонков в день, здесь, как бы, тоже нет никаких проблем с тем, что, чтобы использовать робота, потому что это как минимум в пять раз эффективнее, чем делать обзвоны живыми людьми, опять же, здесь можно комбинировать. Если это просто какие-то нотификации, вам будет достаточно, чтобы здесь обзвонил робот, если это какие-то нотификации плюс дополнительный вопрос, плюс, я не знаю, там, вопрос связанный с тем, чтобы снизить негатив, здесь можно закладывать логику, когда мы слышим определенный триггер, по которому отвечает клиент, и переводим звонок уже на живого оператора, чтобы уже дальше погрузиться в детали. Либо можно, наоборот, там, разработать такую модель, что робот будет сам это обрабатывать, но, конечно, над этим стоит попотеть и не одну недельку на это потратить. Соответственно, здесь также на слайде я упомянул о том, что если говорить о речевой аналитике, например, и улучшении клиентского опыта, допустим, у вас уже все, бизнес стоит на рельсах, все круто, и надо постоянно улучшаться, особенно в конкурентной борьбе. Стоит упомянуть, что технология транскрибации, там, отложенной транскрибации помогает обрабатывать до 100% аудиозаписи, и на выходе у вас получится автоматический анализ коммуникации менеджеров с клиентами. Опять же, как бы такая возможность доступна и есть у нас на платформе, это можно посмотреть. Поехали дальше. Соответственно, помимо тех моментов, которые я подсветил, то есть какие-то базовые, да, вещи, которые, скажем так, наверное, must have уже там в текущих условиях и становятся такими коммунизированными вещами, хочется рассказать еще о новых возможностях. Рынок в России ограничен количеством компаний, безусловно, и сейчас заметен тренд на то, что компании периодически уходят с него, особенно сейчас. Мы понимаем, что в текущей ситуации компании могут смотреть на другие рынки, поэтому мы предлагаем двигаться совместно, и, разумеется, у нас есть, что вам предложить. Так. В 2022 году, весной, мы запустили нашу мультиязычную модель. Что это вообще такое? Помимо того, что у нас есть базовые языки, это русский и казахский, которые отлично себя, собственно, продают и отлично себя демонстрируют в различных кейсах. О, как раз сейчас вопрос из чата поймаю. Сейчас у нас доступно 13 языков, и все они доступны в мультиязычной модели. Значит, какие языки сюда входят? Русский и казахский уже сказал, то есть это must have, который у нас был, есть и будет. Это прям такие базовые языки. Весной мы добавили также английский, немецкий, французский, группу скандинавских языков, польский, итальянский, испанский, португальский и турецкий. Сначала мы готовили всю эту модельку на чистых аудио. Вот здесь у нас перечислены языки, и вот эти вот циферки непонятные, это так называемый word error rate, то есть это такой эталонный показатель того, насколько ошибается моделька. Соответственно, чем ниже этот показатель, тем лучше. Это значит, что, допустим, ну, если смотреть испанский и посмотреть на циферку 8, это значит, что в 8% случаев моделька распознает что-то неправильно. Ну, это если прям упростить. Соответственно, в 92% случаев все распознается нормально. Ну, тут, наверное, стоит оговориться, что человеческое ухо даже не способно ловить 100% информации и так далее. Вот, поэтому здесь показатель вообще отличный. Соответственно, мы взяли чистые аудио и дальше уже адаптировали их под телефонию, потому что голосовой канал в телефонии, он отличается от прямых, от прямого, да, взаимодействия. То есть я сейчас говорю в микрофон, у меня тут как бы проводок и вот эти вот тепловые наушники, они отлично справляются. Если я говорю по телефону, то тут уже будет немного похуже, потому что я могу быть в метро, может проехать рядом автомобиль, может проходить группа, не знаю, пионеров, да, и создавать дополнительный шум. Поэтому телефонный канал – это, ну, как бы дополнительная модель, под которую нужно специально проводить дополнительные телодвижения. Вот, соответственно, если вы знаете, что у вас все круто, вы сделали голосовые кейсы или планируете их сделать здесь, здесь, пожалуйста, приглашаем вас пойти еще на рынки СНГ, пойти в международку и масштабировать свой позитивный опыт уже на других рынках. Но это еще не все. Помимо того, что у нас есть новые голоса, мы еще приглашаем вас прийти на новые, например, для вас сферы и рынки, и территории. И периодически к нам приходят просто из разных сфер, где встречаются слова, которые мы, ну, в целом не произносим в жизни, мы не общаемся так вживую и не используем их. Например, это какие-то термины из медицины, фармакологии, аптеки, азиатская кухня и так далее. То есть я до сих пор не знаю, как правильно произносить некоторые блюда азиатской кухни. Я уже не говорю там про какие-нибудь суперстранные названия, например, в Икее и так далее. Вот. Но это все решаемо, это все поправимо. Как-то что происходит? Мы готовы адаптировать модельку под домены для вашей компании. Что это значит? Это значит, что если вы пришли к нам, например, из медицины, да, или там вам нужно, чтобы все фамилии произносились и распознавались как следует, вы приходите к нам, говорите, ребят, есть такая, собственно, проблема, задача, которую нужно решить. Мы берем аудио, смотрим, что там происходит вообще, замеряем word error rate, опять же, это вот эти циферки, это процент погрешности того, как, собственно, реагирует моделька на распознавание. И на основе шаблонных фраз, которые мы ожидаем от пользователя, мы проводим дополнительную разметку, довариваем вот эту вот модельку, и, соответственно, дальше уже выносим это в рынок. Сначала добавляем это в модельку GeneralRC, потом уже добавляем это в General. General — это самая основная модель распознавания речи, которая используется в RC. Это релиз-кандидат, который предшествует General. И все это можно пробовать. Смотрите, я здесь как раз добавил цифрики, которые, собственно, были. Вот таким светло-голубым показаны цифры того, чего не распозналось, например, по тематике ковида, когда мы делали кейсы для разных организаций, когда нужно было автоматизировать линию входящих звонков. И, собственно, какие результаты получились после того, как мы докрутили вот эту вот штуку по распознаванию речи. То есть если раньше робот не распознавал до 33%, чего говорится, то докрутив эту модельку, получилось 9%. Это, поверьте мне, это очень крутой результат. Но самое драматичное тут у нас получилось на азиатской кухне. Тут мы прям постарались. Но в целом там и перечень тех слов, которые нужно было произносить, он был немножко поменьше. Вот. И там ребята очень так заморочились при подготовке. Что, поехали дальше? Это тоже еще не все. Мы понимаем, что есть... Да, Роман, 9% вверх. Все так. Мы понимаем, что есть определенные компании, кому важно следовать дополнительным требованиям безопасности. И здесь тоже есть вариант развернуть робота на спичките. Да, конечно, мы Яндекс.Облако, Яндекс.Клауд. И в первую очередь заточены на облачные решения. Но при этом мы понимаем, что есть ряд сфер и заказчиков, в котором крайне важно оставлять часть или все суперчувствительные данные в контуре. Именно так появился спичкит-хайбрид. Это технологии Яндекс.Спичкит, которые работают внутри вашей инфраструктуры. Соответственно, в основе спичкит-хайбрид лежат контейнеры. Ну, докер, по сути. Которые отлично подходят для обеспечения, собственно, требований к безопасности и управления данными. Собственно, технология спичкит-хайбрид, она основана на тех же моделях синтеза и распознавания речи, которые у нас доступны в облаке. И при этом вы можете бесплатно обновлять свой спичкит-хайбрид до актуальной версии в любой момент, когда мы выносим какой-то релиз. Вот. Поэтому, пожалуйста, можно использовать. И более того, у нас есть два варианта использования. Ну, первый, собственно, гибридный. Гибридный вариант позволяет часть данных хранить у вас в контуре, а часть данных, которые там не суперчувствительные, можно отправлять к нам в облако. Это мы за, это всегда пожалуйста, это будет даже сильно проще для вас, на мой взгляд. И есть второй вариант, когда все данные внутри вашей инфраструктуры обрабатываются, и, соответственно, все хранятся у вас, не покидают, собственно, пределы контура. Служба безопасности довольна, все довольны, и все решают свои задачи. Ну, про это можно рассказывать там довольно долго, то есть прям гибриду можно посвятить прям целый вебинар, потому что есть там куча разных особенностей. Вот. Приходите ко мне, я при необходимости все ссылки могу показать, где чего, как происходит. Можно с докой, с документацией ознакомиться, и, собственно, если останутся вопросы, приходите ко мне. Вот. Либо к коллегам из Just.ai. Вот. На этом слайде я решил немножко похвалиться. Соответственно, здесь я хвастаюсь всеми сертификатами безопасности, гостами и другими плюшками, которым соответствует Яндекс.Клауд. Я хочу напомнить, что это все справедливо для облака, поэтому можно вообще не переживать, используя наши технологии. И все же, согласно внутренним правилам разных компаний, у которых могут быть различные политики безопасности, и нужно какие-то данные хранить внутри, пожалуйста, куда деваться, такое мы тоже умеем. Для удобства я такую штуку засунул в QR-код. Можете себе отсканировать, прийти и посмотреть более подробно, почему облако это безопасно, и почему можно вполне себе переходить к использованию облачных сервисов, если вы все еще работаете, собственно, у себя в контуре. Коллеги, на этом мое повествование, наверное, подходит уже к завершению. Я рад ответить на все ваши вопросы в чате или уже за пределами нашего сегодняшнего вебинара. Мои контакты есть на слайде, пожалуйста, стучите, пишите, буду рад всем помочь. Вот. Я, наверное, сейчас передам слово Наталье. Наталья. Я вижу в чате прям ажиотаж. Скажи, на какие вопросы я не поотвечал. Давай я могу ответить сейчас, можем ответить уже после. Толь, смотри, ты можешь выбрать себе сейчас парочку вопросов. У нас как раз специально есть для тебя такой слайд, специально для тебя. Мы выделили время, поэтому полистай, выбери пару-тройку, которые тебе нравятся, остальные ответишь за пределами эфира в чате. Еще у нас будет еще один блок вопросов и ответов в конце вебинара, поэтому давай. Огонь. Смотрите, Максим задает вопрос, и Александр задает вопрос по поводу того, «Как решаете проблему распознавания трехзначных чисел?» Это Максим пишет. И дальше пишет Александр. «Как решаете проблему с распознаванием букв и цифр?» Ну, смотрите, на самом деле мы распознаем ровно то, чего нам говорит клиент. Это если мы говорим про конкретную технологию. Но на самом деле у нас еще есть нормализаторы. То есть если мы говорим КВ, то это будет квартира и типа того. Есть пунктуаторы. Но если мы говорим про какие-то более сложные запросы, например, вот хороший пример про 327, то есть как он будет понимать, это 327, то есть это два числа, либо это одно число 327, то это все делается на стороне, собственно, того NLU-движка, на базе которого будет крутиться робот. То есть здесь, так понимаю, что Свет Захарову можно тоже в чатике прокомментировать, насколько вообще это валидно для NLU-движка именно Just.EI, но обычно это делается, когда готовится, собственно, моделька по обработке голоса по ведению вот этого диалога. Так, следующий вопрос. Евгений Щербаков спрашивает, как именно вы считаете верб по каждой букве в слове целыми словами или как-то еще? Евгений, хороший вопрос. На самом деле, прям вот первая ссылка в Википедии, если вбить W-E-R, она расскажет, расскажет, как это делается, я просто могу долго про это рассказывать. Вот можно вбить у нас ровно тот же самый принцип, который вот описан в Википедии, мы просто решили не заморачиваться, потому что весь мир так делает, там разные компании, я про них сейчас расскажу. Сколько языков поддержит спички? 13 уже сказал. Какие метрики используете для оценки качества, оценки эффективности? Светлана, хороший вопрос. Я думаю, что это больше вопрос, конечно, в сторону коллег из Just.EI, но давайте я отвечу. Я просто раньше работал в компании, собственно, которая занимается созданием роботов и продавал роботов рынка и, собственно, бывал в полях. Смотрите-ка, история метрики, они зависят от бизнес-задачи. То есть можно перед тем, как стартовать пилот, обсудить это на берегу, обсудить критерии успешности, которые должны решать ваши бизнес-задачи, потому что там, допустим, для кого-то важно, чтобы просто появился робот голосовой, потому что это тренд, потому что про него все говорят. И, ну, как бы можно его реализовать, там, какого качества он будет, это уже вопрос вторичный. Бывает, люди подходят более точно. Для кого-то важно, чтобы 50%, например, звонков уходили на робота, чтобы он обрабатывал запросы от клиентов, и при этом чтобы не было негатива, да, связанного с тем, что робот не помогает. То есть это тоже какой-то процент. Если мы говорим про исходящие звонки, то здесь конверсия в дозвоны, конверсия в процент, когда клиенты пообщались с роботом. Если это звонки продажи, ну, как бы, да, такое тоже бывает, когда есть робот, который, там, обходит возражения и так далее, то здесь конверсия, там, в последующую продажу. То есть на самом деле вот этих критериев успешности, которые можно придумать, ну, их прям множество, и здесь надо смотреть, надо смотреть, собственно, на ту задачу, от которой мы хотим отталкиваться. Рашид Исмаилов, простите, если неправильно проговорил фамилию, как решать проблемы двуязычного распознавания? Смотрите, какая штука. У нас как раз есть мультиязычная модель, и, собственно, прикол этой модели в том, что неважно на каком языке я говорю, то есть я могу говорить на русском, перейти на испанский, завершить на казахском, она поймет эти языки, потому что они уже заложены в модель. Изначально мы, собственно, начинали с того, что у нас была русско-казахская модель распознавания, потому что когда мы выходили на рынок СНГ, в Казахстан, да, в частности, мы заметили, что, ну, ребята разговаривают на казахском языке, но при этом там могут проскакивать русские слова. И подумали, а почему бы не сделать вот такую вот миксованную штуку, и все как-то закрутилось, завертелось, все получилось, и, собственно, на базе этого мы потом уже сделали такую мультиязычную модель, которая поддерживает уже 13 голосов. И это прям, ну, бомба, надо смотреть, как это работает в бою. Далее. А, ну вот Ольга Бабина спрашивает, отдельные модели для разных языков или модель может отслеживать? Может отслеживать. Да, вот только что об этом сказал. Елена Беккер задает вопрос, и следом Алиса Гатеева, планируете ли добавлять азиатские языки, планируете ли добавлять китайский язык и арабский? Смотрите, здесь вопрос пока открытый, потому что кажется, что там выйти на какой-то определенный рынок логично, потому что там присутствуют крупные игроки. Ну, да, но не все так просто оказывается на практике, поэтому мы смотрим на разные рынки, мы заказываем разные исследования, если мы понимаем, что рынок, скажем так, дорос до того, чтобы там можно было запускать голосовых роботов и голосовых помощников, мы будем понимать, что туда нужно идти. Как бы сейчас все еще идет на стадии исследования, то есть те 13 языков, которые мы запустили, мы точно верим, что туда идти нужно. Плюс дополнительно, после того, как мы исследования, собственно, сделаем, мы поделимся с нашими партнерами, я думаю, партнеры уже тоже с клиентами своими поделятся. Здесь еще стоит учитывать такой тонкий нюанс, не во всех странах в целом можно что-то роботизировать. Вот, например, я, ну, я имею в виду на законодательном уровне, я, например, буквально позавчера хотел созвонить со своей подругой, которая работает и живет, собственно, в Дубае, и я попробовал набрать их в Telegram и не смог этого сделать, потому что ни через Telegram, ни через FaceTime нельзя звонить голосом, потому что это запрещено на законодательном уровне, и если я ничего не путаю, то даже айфоны, которые поставляются на рынок Арабских Эмиратов, они там имеют отключенную функцию в FaceTime. Чтобы нельзя было производить звонки. Точно так же и на других рынках могут быть свои ограничения, поэтому мы здесь мы тщательно смотрим на то, куда нам пойти, вот, чтобы, ну, как бы не попасть в ситуацию, когда это не будет востребовано, либо это будет востребовано, но запрещено на законодательном уровне. Арсений Королев ответил на ваш вопрос по поводу того, переходит ли с русского на казахский и наоборот. Так, 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 листаю дальше, ребят. По поводу гибрида Василий, приходите ко мне в телегу, я вам могу накидать разных ссылок, там можно будет больше про гибрид послушать. Петр Петров пишет. По спичке ту, кого вы считаете своими конкурентами? Ну, я думаю, что если в глобальном масштабе у нас говорить, это Google, Microsoft, Amazon есть, там различные варианты использования синтеза. На локальном рынке, ну, здесь, наверное, не секрет, это Тинькофф, это Сбер, да, Smart Speech. Ну, собственно, у ребят из Just AI на их слайдах было показано, что есть возможность подключать различных лендеров, ну, и в целом там было указано, кто на рынке присутствует. Марат Набиуллин уточняет, какие планы по использованию разметки синтеза, какие сейчас есть возможности. Марат, приходите ко мне в тележнику, я вам все смогу рассказать более подробно. Мне кажется, сейчас не совсем до конца понимаю вопрос, не буду время отнимать. Бибиш Ашаева, простите, если неправильно говорю, насколько эффективно бот может отрабатывать запросы на смешанном языке? Тоже ответил на это. Используйте смешанную модель, и все будет отлично. Анатолий Белов, приведите, пожалуйста, примеры реальной работающих голосовых роботов на приеме заказа, кроме Dodo Pizza. Ну, тут я думаю, что ребята из Just AI, если еще не ответили, смогут ответить. Ирина Каринова спрашивает, сколько в моменте робот делает звонков? Я думаю, что это тоже вопрос можно адресовать коллегам в Just AI. Зависит от того, насколько линии вообще платформа под конкретный кейс заточена. То есть можно делать 10 одновременно звонков, можно 100, можно 1000, зависит от того вообще, ну, собственно, какой вы цель преследуете. Если это у вас сотни тысяч звонков в день, которые нужно просто из пушки по воробьям, извините за выражение, то можно использовать реально хоть 100 звонков одномоментно. вот, соответственно, Аптую, что называется. Так, ребята, модераторы, очень много вопросов, на самом деле. Я боюсь, как бы мы из тайминга не выбились. Наташа. Анатолий, спасибо тебе большое. Ты мужественно выдержал атаку. Давай тогда переключайся. Очень-очень прикольно, очень прикольно. Да, определенно есть отклик на твой рассказ, и зрителям большое спасибо за такой поток вопросов. Да. Еще есть отклик на слово тележенька. Да, я действительно горячо люблю Телеграм. На самом деле отправил еще дополнительный свой контакт в Телеграме. Спасибо тебе. Выходи тогда из эфира. Отключаюсь пока. Да, спасибо. Я продолжу. Друзья, спасибо вам за большой поток вопросов, очень интересных и актуальных. Мы видим, что вопрос переключений между языками многих волнует. Мы еще раз к нему вернемся в заключительной части вебинара. Давайте пока двигаться дальше. Переходим к практической части. И пока к нам присоединяется в эфир Евгений Хрусталев, немножко представлю, расскажу, почему мы так любим этот кейс и так любим про него рассказывать, потому что это замечательный пример того, как компания сначала решала с помощью голосовых роботов локальную задачу в одном своем подразделении, затем масштабировала этот проект на все отделения сети, параллельно получив престижную отраслевую премию, а потом перенесла механики на совершенно другой блок задач. И с этим свежим кейсом Евгений пришел к нам. Евгений, мы видим тебя в эфире, все хорошо. Здравствуйте. Тогда тебе слово. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Евгений Хрусталев. И я внедряю все вот эти сложные штуки, о которых говорили мне Ксения и Анатолий, в реальные бизнес-процессы. И сегодня я хочу рассказать вам о интересном, на мой взгляд, кейсе, когда на голосовой бот удалось переложить часть рутинных процессов HR-отдела. И я искренне считаю, что если работа не содержит какой-то творческой составляющей, она должна быть автоматизирована. Поэтому я назвал свою презентацию «Рутину роботу. Творчество. Человеку». Пару слов скажу о себе и своем сотрудничестве с JustEye. Я познакомился с этим замечательным сервисом, будучи управляющим партнером Dodo Pizza в Сергиевом Посаде. Я искал альтернативу услуги по обзону пропавших клиентов, которую перестал оказывать наш корпоративный полцентр Dodo Pizza. И поработав со сторонними подрядчиками, я был недоволен тем, как операторы общались с клиентами. Они делали это как роботы – заучено и безэмоционально, а иногда даже как-то не грубовато. И вот зацепившись за эту мысль, как роботы, я собрал первого голосового бота на JustEye, протестировал его и похвастался результатом конверсии и пропавших клиентов обратно в заказы в Dodo чате управляющих. И это решение коллег очень заинтересовало и получило такое развитие, что спустя год я полностью вышел из пиццерии и посвятил себя работе над голосовыми ботами. Как упоминала Наталья, в 2021 году, то есть буквально в прошлом году, мы совместно с JustEye получили отраслевую премию «Хрустальная гарнитура» за решение по обзону пропавших и новых клиентов. Этим решением, кстати, сейчас пользуются более 100 пиццерий сети Dodo. Немножко о том, как возникла идея поручить роботу общения с соискателями. Инициатором решения была крупная сеть в составе Dodo Pizza, объединяющая пиццерии в Москве, Смоленске, Калуге и Огненске. Руководитель отдела найма Мария Квитковская, может быть, она здесь, Мария, привет, случайно узнала от своих коллег о решении по реактивации пропавших клиентов и вышла на меня с предложением собрать робота для обзона безнадежных анкет-соискателей. Просто поясню, что безнадежными анкетами мы считали анкеты-соискателей, до которых не удалось дозвониться за несколько попыток. HR-ы формировали список таких анкет и хранили до лучших времен. По сути, это, знаете, резерв рабочей силы, но вот для его использования нужен инструмент с высокой скоростью коммуникации. И вот таким инструментом как раз и стал голосовой бот. И сразу же нарисовалась параллельно вторая задача, это опрос увольных сотрудников целью получения обратной связи о работе в ДОДО-пицце. Бонусом к этому решению возникло еще несколько требований, вы их можете видеть на презентации. Это простой интерфейс выгрузки номера, простой интерфейс отображения результатов и прием входящих звонков в случае, если человек сразу не ответил, а потом перезвонил на определившийся номер. Вот структурная схема моего решения. HR берет список телефонных номеров, помещает его в табличку Google и нажимает кнопочку «Запустить». Номера передаются в готовые боты. Бот производит обзвон по заданным параметрам и либо сразу получает ответ, да, либо человек просит перезвонить, тогда ему происходит повторный звонок, либо человек сам видит пропущий номер, перезванивает и его ловит бот для входящих звонков. Весь собранный массив информации, все распознанные реплики пользователей обрабатываются и помещаются также в табличку с Google отчетами. Вся схема организации данных представлена вот на этой схеме. Чуть более подробно. Мы, кстати, столкнулись с такой проблемкой, что списки номеров зачастую дублировались, и поэтому пришлось сделать учет обзвоненных клиентов и на первом этапе сравнивать новую загруженную базу с базой уже обзвоненных абонентов, отбирать новые номера, удалять повторы и передавать в голосовой бот уже только чистые данные. И итоги обзвона распределяются на лиды для заказчика. Это максимально простая табличка, с которой удобно работать. А все ошибки, отказы, глюки собираются в отдельные логи и присылаются мне для того, чтобы я смог бота обучить и как-то улучшить. Что касается эффективности. Эффективность, по отзывам моих коллег, была хорошая. Конверсия из всей базы в среднемесячную составила порядка 7%, ну, в зависимости от города она плавает. Конверсия из тех, кого мы дозвонились и коснулись, порядка 10%. Ценным конечным продуктом, который непосредственно являлся целью звонка, был лид, состоявшаяся коммуникация с достигнутой целью. То есть человек прослушал условия, согласился на них и дал согласие на коммуникацию HR-специалиста. Так, дальше я хочу дать вам прослушать разговор с реальным клиентом-соискателем, да, то есть человек сам перезвонил и бот отработал все идеально, переспрашивал там, где непонятно. По-моему, получилось очень здорово. Сейчас я отключу свой микрофон, чтобы не было эхо, и проиграю этот файлик. Додо Питца, оператор Татьяна. Слушаю вас. Да, здравствуйте. А вот у меня от вас замок пропущен. А подскажите, пожалуйста, из какого города вы звоните? Москва. Ой, плохо слышно было. Повторите, пожалуйста. Москва, говорю. Я вам звонила по такому вопросу. В связи с ростом заказов и открытием новых пиццерий мы вновь ведем поиск сотрудников, а вы ранее отвлекались на нашу вакансию. Вам интересно предложение о работе в Додо Питце? Ну, как бы в Додо Питце... А в Москве у нас открыты следующие вакансии. Курьера пешего и наличного авто, повара пиццемейкера и кассира. Какая вакансия вам интересна? Ну, пешим вот. А, извините, я не расслышала. Какая из перечисленных вакансий вам больше подходит? Пешим. Пешим курьером. Угу, отлично. Давайте расскажу об условиях работы наших пеших курьеров. Мы бесплатно предоставляем пешим курьерам электросамокат или электровелосипед. За смену вы сможете заработать около 3000 рублей, а за месяц до 70 тысяч рублей в зависимости от часов работы. А, также у нас есть бесплатные обеды в меню пиццерии. Еще мы выдаем классную форму и у нас ограниченная зона доставки, не более 5 километров. График работы гибкий, вы можете выходить на подработку по выходным и вечером в будни или работать полный день. Подскажите, вам подходят наши условия? Да. Угу, отлично. Я передам ваши данные нашему специалисту и он свяжется с вами в течение суток, чтобы записать вас на собеседование в пиццерию. Хорошо? Хорошо. Угу, тогда ожидайте звонка от нашего специалиста. Хорошего дня, всего доброго. господа, я снова с вами. Я попрошу Наталью вернуть презентажечку на то место, где я остановился. Благодарю. Вот, в сущности, примерно так бот общается с искателями, ну, или с клиентами, когда возвращает пропавших. Да, я вижу вопросы по поводу того, что не слышно было части реплик. Действительно, это, наверное, связано с тем, что по каналам разнесены записи. И вот этот момент я не учел. Извините. Так, ну, давайте дальше самое интересное. Я приготовил бота. Вы можете сделать скриншот вот этого экрана, да, небольшой интерактивчик. Позвонив по этому номеру, вы попадете на бота, который обрабатывает входящие звонки бывших сотрудников Dodo Pizza. То есть, представьте, вы работали в Dodo Pizza, какой-то звонок вам поступил, вы пропустили, перезваниваете, и бот собирает у вас обратную связь о работе в Dodo. И итог опроса вы можете посмотреть по вот этой ссылочке. Номера будут защищены звездочками, поэтому можете звонить смело. Ваши персональные данные раскрыты не будут. Еще даю моментик, чтобы успеть сделать скриншот. И в сущности на этом все. Мои контакты. Если кому-то что-то интересно дополнительно, какие-то есть вопросы, я всегда рад проконсультировать. потому что я люблю общаться. Вот. Пишите, звоните. И давайте, наверное, пройдемся по вашим вопросам. Так, сейчас, секундочку, слышно, слышно. Так, Google Tabs, как же так? Так, секунду, секунду. Так, какую систему телефоней используете для обзона, спрашивает Виктория Сокол. Я подключил телефонию МТТ. Она мне нравится тем, что достаточно гибкие настройки и 90 каналов позволяет тянуть одновременно. Ну, 99, но как бы я не жадничаю, 9 оставляю всегда в резерве. Так, это синтез. Нет, это не синтез, это предзаписанный голос Тани, кассира из Доды Пиццы, который очень голос такой вот располагающий, и она в слепом тестировании набрала 10 из 10, когда мы тестировали только робота для исходящих обзвонов. Так, предзапись, да, слышно клиенты и бота, ролики предзаписаны. Так, ну, в сущности, наверное, здорово, когда бот говорит угу. Да, я всегда стараюсь сделать так, чтобы была полная имитация общения с человеком, но в то же время, если человек спрашивает, кто с ним разговаривает, робот или живой оператор, робот признается и пытается все-таки человека заинтересовать продолжением разговоров, то есть, чтобы дойти до поставленной цели, стимулировать тем, что в конце либо он получит какой-то промо-код, либо вот в данном случае просто человек сам заинтересован, чтобы дойти до конца и пройти собеседу. Так, несколько раз бот говорил о том, что не расслышал сказанное клиентом. Проблема транскрибации или часть фраз не зашита в распознавании? Проблема, да, в транскрибации я столкнулся с тем, что показатель вот этот ошибки, да, 9-процентный, он очень заметно все-таки отражается при диалоге человека и бота и переспрос реализован именно для того, чтобы этот процент сократить там где-то до 0,8 у меня. То есть, в следующий раз, когда человек повторяет фразу, бот ее с большей вероятностью распознает. Так, что из озвученного оператора синтеза, что предзаписанной фразы? Тут синтеза нет, я пользуюсь только предзаписанными фразами в этом решении. проблем с каналами не было. Да, диалоги нет переменных, все предзапись. Есть мнение, что людей лучше сразу предупреждать, что они говорят с ботом, поскольку многие негодуют. Какие у вас отзывы по вашим роботам? Есть ли какой-то показатель оценки KPI удовлетворенности потребителей? Я отслеживаю момент, когда человек спрашивает, кто с ним разговаривает, робот или нет, и где-то 0,5% от общего числа звонков, а звонков у меня много, вот, переходит в эту ветку и присылает мне отчет. Зачастую это связано, когда есть проблемы со связью, и либо человека не слышно, он что-то говорит, и бот это не слышит, и начинает проигрывать дальше, вот, либо бот перебивает человек. Такое случается, но, слава Богу, не очень часто. Так, Артем Черкасов задает вопрос. Значит, предзапись отличается по тональности в некоторых моментах. Значит, да, действительно, мы записали это в разное время, и, возможно, при прослушивании это есть, но частота дискредитации телефона такова, что при тестировании звонка этого не слышно, поэтому дополнительных ресурсов на вылизывание всех записей я не трачу. Если перевод вызова на оператора, здесь задачи перевода вызова на оператора не стояло, но необходимость это достаточно просто сделать, то есть никаких проблем с этим нет. то есть это архивные записи разговора сотрудника не специально записанные тексты. Да, это просто вытащили из архива, ну, просто мне понравилось, что робот переспрашивал, уточнял, да, то есть уточнял, из какого города, а человек мог ответить любой из четырех городов, и для каждого города проигрывался свой скрипт. Так, если в ответе несколько переменных, то бывает ли изменение темпа речи и пауза? Ну, я, честно говоря, пока у меня не было такой задачи использовать переменные в скрипте, потому что имена озвучивать это занятие неблагодарное, я хотел, прочекал, что люди сами, да, как они сами себя называют, и там нужно очень аккуратно с этим быть, то есть проще обезличенно обращаться. Если нужно расширить сценарий, вы снова обращаетесь к Тане, планируете сделать модель, которая будет генерировать голос Тани? Александр задает такой вопрос. Да, с Таней у меня постоянное сотрудничество, потому что постоянно новые пиццерии добавляются, мы записываем. Генерировать голос? Ну, хочется, конечно, но это же ресурс, тоже надо затратить временной. То есть, в принципе, было бы здорово, но пока прям такой насущной необходимости нет. Работаем так. перебивание учитывает бот. Ну, сейчас в JustType, по-моему, да, анонсировали такую фишечку, что будет учитываться перебивание, но, честно говоря, вот он работает, я пока туда не лезу, а просто доучиваю его, чтобы было меньше ошибок при распознавании интента. Так, за продажу могу сказать точно, что не надо признаваться, иначе не будут обращаться. Возможно, но у меня был опыт, и когда бот до последнего там отбрехивался, что он не робот, но это такой негатив вызвало, что мне там даже поставили на вид из управляющей компании, я сказал, все, окей, сделаем, чтобы признавался. Так, позвонил боту по номеру, к сожалению, после ответа на вопрос оценки между 3 и 4 бот сломался, включил селерно-репатизированный голос, просьбе перезвонить, далее бот бросил трубку. Что-то пошло не так. Так бывает. Ролик все еще воспроизводится на фоне. Накладочки. Система распознавания речи быстро возвращает вам результат. Ну, моментально, да, формируется по итогам обзвона, сразу данные передаются в Google и отображаются в реальном времени. Ну, плюс там небольшая аналитика, если посмотрите итоговый документ, да, то есть формируется общая оценка, то есть негатив, позитив, чтобы проще было сортировать HR впечатление. Ну, и дальше, то есть поле все окей и расшифровка или там все не окей и расшифровка. Вот так вот реализовано. так, вот распознают международные моменты. Да, у меня отдельно есть сущности, коллекции сущностей, которые внесено там порядка 300 всяческих вариантов выражения согласия, которые не попадают в основные интенты. Вот Светлана подскажет, что функционал перебивания есть, это очень хорошо, мы будем допиливать. Так, что если Таня уволится, что будете делать, как обновить бот, я буду плакать, я буду плакать, но как бы она может уволиться из Доды Пиццы, но от меня она не уйдет, я надеюсь. Какие планы у робота Тани еще? Слушайте, ну планов на самом деле громадье, планов громадье, хочется вот помочь людям уйти от вот этой вот неблагодарной, я сам занимался обзвонами клиентов, когда только пиццерию открывали, ну еще не были настроены всяческие процессы, и я там звонил, отрабатывал негатив, ой, я такого наслушался, что я считаю голосового бота огромным благом, именно чтобы он фильтровал входящий поток сознания людей, операторы уже там ну примерно знали к чему готовиться. Вот так появилась Наталья. Жень, ты наверное догадался, почему я решила вмешаться, вижу, что к тебе тоже огромный поток вопросов, но мы немножко выбиваемся из тайминга, у нас еще две части, поэтому переключайся, пожалуйста, в чат, а мы продолжим. хорошо. Всем большое спасибо за внимание, всего доброго. Друзья, Евгений остался с нами в чате, а мы все-таки двигаемся по нашему плану, и я приглашаю в эфир Ксению, чтобы продолжить, у нас еще есть несколько полезных и интересных моментов для вас. Спасибо большое, Наташа, коллеги, спасибо вам за ваш спич, вижу, что большое количество вопросов, это очень круто, осталось буквально пару, которые было бы интересно, наверное, закрыть, но я перед этим давайте подведу итог о том, что в итоге нужно для того, чтобы запустить голосовой проект. Судя по вопросам, здесь достаточно много людей, которые плюс-минус понимают, что тоже нужно, но я уверена, что есть и те, кто этого еще не делал, поэтому первым шагом я предлагаю определить тот бизнес-процесс или кусочек бизнес-процесса, который было бы вам интересно и можно отдать на отку боту, то есть не пытайтесь автоматизировать всю компанию с помощью бота, это все равно у вас особенно на первом шаге не получится, поэтому определите какой-то ограниченный кусочек вашей компании, бизнес-процесс, который можно было бы отдать боту. Дальше. Естественно, ровно как для человека вам нужно придумать сценарий со списком вопросов и ответов, которые вы бы хотели, чтобы бот умел отвечать. Так как все боты, они обучаются людьми, это очень важный момент, я вам рекомендую на нем отдельно остановиться и максимально подробно подумать о том, что бы вы хотели, чтобы ваш бот умел понимать. уже наша платформа, она поможет вам научить бота распознавать семантические близкие выражения. И теперь я видела уже, были вопросы по поводу того, нужно ли говорить, что робот это робот, при записанной реплике диктора насколько это честно используют в разговорах. Давайте определимся, что для исходящих звонков, которые совершаются для того, чтобы что-либо продать или рассказать о рекламе, озвучить какую-то рекламу, акцию, то лучше, конечно, использовать диктора и если его спросят, робот ли вы, то, конечно, правильнее ответить. А если ответить положительно, да, что робот, а если это сервисный звонок, который клиент ваш ожидает, это, например, подтверждение какой-то заявки, подтверждение заказа, доставки и так далее, и люди ждут этот звонок, то можно использовать ТТС, им все равно, как звучит ваш робот, им главное получить какое-либо подтверждение. Ну и последний шаг, самый, наверное, решающий, когда вы определились с тем, какой у вас сценарий, какой бизнес-процесс вы планируете автоматизировать, возможно, вы даже подумали над тем, с чем вы планируете интегрироваться, вот Евгения был пример, когда он выводит результаты в Google таблецу, забирает какую-то информацию, может быть, вам нужно интегрировать вашего робота с CRM, так вот, вам надо определиться с инструментом, платформой, в которой есть возможность настроить именно того бота, который вам необходим, то есть, чтобы он умел поддерживать, гибридный SITES, чтобы боту нужно было уметь перебивать, чтобы бот мог интегрироваться с третьими системами, и тут вот минутка самой рекламы, платформа GCP как раз такой платформой является, поэтому я надеюсь, что вы ее обязательно попробуете и создадите своего первого, может быть, и уже далеко не первого робота. Ну и в завершении тот приятный бонус, о котором все говорили в самом начале, мы с Яндекс Клауд объединились и для тех новых пользователей, которые к нам придут в платформу GCP, это важный момент, платформа GCP, мы даем бесплатный трафик для того, чтобы можно было запустить своих первых или не первых роботов от JustEye 10 тысяч минут нашей платформы и 10 тысяч рублей от Яндекс Клауд. Для того, чтобы вы могли воспользоваться этим предложением, вам нужно быть новым пользователем нашей платформы и новым пользователем Яндекс Спич Кит, действовать, этот подарок, он будет в течение месяца в том плане, что вы можете после нашего вебинара на протяжении месяца прийти к нам и мы вам активируем этот подарок, а после активации вам будут доступны эти минуты в течение 60 дней. Скриньте экран, чтобы понимать и запомнить, что нужно сделать для того, чтобы свои бонусы получить. Вам еще продублировала Наталья в чате порядок действий, что конкретно написать, на какую почту. Дальше обязательно мы с вами свяжемся и поможем и создать аккаунт, и активируем вам минуты обещанные, и не перерывайте, если вы начнете создавать боты, столкнитесь с какими-то сложностями, мы вам поможем и подскажем, как это лучше сделать. Вот. А сейчас слава богу и Евгений и Анатолий очень подробно ответили на большое количество вопросов, но было два, мне кажется, таких очень часто встречающихся и, наверное, душу трепещущих большую часть аудитории тех, кто присутствовал в нашем вебинаре. Первое, это про гибридный синтез, про возможные задержки в диалогах, которые могут быть, если его использовать. Быстро и коротко отвечу, что при использовании гибридного синтеза вот эти переменные вставки, они никаких задержек не несут, то есть буквально фраза звучит как единое целое, обращение по имени, переменные города, города, имена, фамилии, отчества, цифры, суммы, все вот это звучит как единая фраза, все очень красиво. Потом вопрос про мультиязычность. тут нужно отметить, что очень здорово, когда у сервиса ISR есть множество языков, да, но ISR, automatic speech recognition, отвечает за ту часть, которая переводит звук в текст, и дальше, по идее, уже диалоговая платформа, в которой вы создаете сценарий, она должна понять смысл сказанного. Вообще, на самом деле, робот, который просто переводит звук в текст, без мозгов, ну, то есть без NLU, он бесполезен. Поэтому рада вам сообщить, коллеги, что платформа GCP, она тоже мультиязычная, у нас есть большое количество языков, это и русский, английский, китайский, португальский, японский, испанский, датский, польский, казахский, в общем, и переключение между языками возможно, поэтому коллаборация хорошего ISR, в котором множество языков и правильной NLU платформы, NLP платформы, Natural Launch Processing платформы, это бомба, пушка, самолет, да, вы можете использовать мультиязычных подву голосовых каналов, как вам нравится. Думаю, дальше задерживать не буду свой спич, передаю слово Наташе, спасибо большое всем, отключаюсь. спасибо, спасибо коллегам, спасибо зрителям, совсем небольшая завершающая часть, мы продолжим сдачу подарков. Так, еще раз напоминаю, что мы просим вас заполнить форму, чтобы получить запись, вот я ее сейчас бросаю в общий чатик, и слайд подарки. Мы понимаем, что вопросов по созданию голосовых обыков очень много, вопросов по самому по отработке с платформой много, и, конечно, мы не внести на этот сегодня вебинар, поэтому мы подготовили для вас два дополнительных ресурса, где вы можете самостоятельно изучить и потом вернуться к вам вот к каким-то конкретным. Так, всем плохо меня слышно или только Виктория? Скажите, пожалуйста. Люся, это значит всем плохо слышно или всем хорошо? Плохо слышно. Вот, папочки. Так, подождите, ребята, я сейчас попробую. Может быть, у нас немножко шалит сеть? Давайте я вот так буду говорить с микрофоном, чтобы сейчас не отвлекаться на перенастройку, потому что у нас совсем мало времени, на самом деле осталось мало слайдов. Итак, мы подготовили для вас подробный гайд по созданию ботов. Сейчас я вам его покажу на экране. вот он вот такой красивый, как создать своего бота. Здесь порядка 30 страниц с советами от нашей компании. Я его сейчас расшарю, чтобы вы могли скачать его прямо здесь в вебинарной комнате. Вы увидите отбивку, что файл разрешен достаточно. Также можете зайти вот туда наверх в раздел файлы, листочек с загнутым уголком, и вы его увидите. Гайд по созданию бота в JustTi. Документ лежит, скачивайте. Поставьте, пожалуйста, плюсик, что качается и все работает. Работает. Хорошо. Когда я сейчас вернусь на презентацию, файл остался там же, где лежит, скачивайте его, а я продолжу, потому что времени у нас не очень много. Возвращаюсь на презентацию. И второй подарок связан с видеоуроками по созданию ботов на платформе GCP, которые мы сегодня рассказывали. Всех приглашаю на наш канал на YouTube, там выложено очень большое количество обучающих видео, в том числе там есть курс с видеоуроками по созданию диалоговых ботов с нуля на платформе GCP. Я сейчас включу баннер, с ссылочкой, так же, как мы делали, с записью, вот я его включу, и так же брошу ссылочку в чат, чтобы вам было удобно это найти. Так, секунду. Так, в чате тоже бросаю ссылку на курс по созданию ботов на платформе GCP. Ну что, будем считать, что все, кто хотел, скачались, ссылочки себе скопировали. Если у вас возникли какие-то еще важные вопросы, на которые нам нужно ответить, напишите. Или, если все уже устали, мы действительно выбились из тайминга, вы можете дать нам обратную связь в виде огонечков или каких-то приятных слов в чате и мы уже будем завершать наш вебинар. Еще раз наши контакты на экране. Пишите коллегам, успеете получить грант, он действительно очень хороший. Спасибо за добрые слова, нам было очень приятно, мы действительно старались поднести вам много полезной и нужной информации. Спасибо, что пришли к нам. приходите к нам на новые вебинары, приходите на конференции отраслевые, будем рады увидеться с вами в эфире и в реальной жизни. Всего вам хорошего и хорошего дня. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!